Почти нарицательным для художников, особенно для маломальских знатоков искусства, которые любят поговорить о живописи, стало нарицательным словом, слово понятие пленэр. Что же это такое? Зачем художник идет, мотая километры, чтобы увидеть какой-то вид, природный мотив, закат солнца, горы, долины, обрывок реки, для чего он туда идет, имея фотоаппарат, с которым так легко справиться с любым пейзажем? Но художнику это недостаточно. И он несет свой ящик с красками, раскладывает его и делает порой работу, которую и заметить как художественное произведение трудно. Она может быть в ладошку, в две. Как правило, большие мастера именно такие размером работы на пленэре и делают. Для чего это все? А для того, что художник приносит домой или в мастерскую кусочек настроения, которое его возбудило написать будущую картину, а сейчас он сделал этюд. И в этом этюде главное, что он принес – ощущение атмосферного света. Ощущение того настроения, которое в эту минуту, не часом позже и не часом раньше. Художник вырвал это у времени и, наложив на свой талант, теперь может начать делать картину, и она будет соответствовать тому настроению, которое он принес. Я очень хотел бы, вместе с вами, проанализировать несколько работ разных художников. Начать этот просмотр и анализ я хотел бы с работ Горобаря. Почему? Маленькое предисловие. Я люблю этого художника, а больше всего я оценю его за то, что это необыкновенный в истории искусств корифей колорита, атмосферного света и художественного письма. Почему так случилось именно с этим мастером? Горобарь возглавил группу художников, которые были ответственны за реставрацию Дрезденской галереи, которую Советский Союз сначала спас, а потом реставрировал после Великой Отечественной войны. Так как гитлеровская Германия их хранила в штольнях, в которых течет вода, и они там продолжительное время картины находились. И по сути дела многие картины были приговорены к уничтожению. Это были шедевры мирового искусства. Тициан, Рафаэль. Это были Рембрандт. Это были Тинторетто. Это был Веласкес. И эти великие имена, как в морге, были выложены на огромных листах, на столах. И над ними склонились ученики Горобаря и сам великий мастер. За короткое время они осуществили подвиг, они восстановили шедевры мирового искусства и вернули их людям. Эти шедевры сегодня можно увидеть в Дрезденской галереи, которая была возвращена Германии. По сути дела после того, как эти работы были отреставрированы тотчас же. Итак, почему Горобарь? Горобарь видел одновременно, как пишет Рембрандт, то есть он изучал его почерк. Горобарь тут же видел, как пишет Мане, как пишет Пикассо. Горобарь видел всех одновременно на своем столе. Препарируя слои, которые отходили или отваливались от холста, ту краску. Если она не прилеплялась, она должна была быть заменена на новую. Горобарь шаг за шагом изучал почерк этих мастеров вместе с учениками. И в конце концов сложился его почерк. Он был и раньше, похоже, писал, но и после этого этот почерк укрепился в Горобаре. Он абсолютно универсально работал кистью и абсолютно универсально чувствовал тональность. Совершенно академически и как высочайший гений импрессионизма он сочетал в пляске и каком-то любовном содружестве все цвета. И они давали ту неслыханную и невиданную цветовую гамму, которая характеризовала атмосферный свет. Первая работа, которую я хотел бы предложить, это иний, а точнее следующие будут тоже иний и еще раз иний. Я хотел бы показать вам и чтобы вы обратили внимание, как удивительно сделаны здесь деревья, которым прилип снег. Они висят, эти ветки берез. Обратите внимание, как они на небе звучат, как они на фоне снега, на дальнем плане, какие тени и как общий атмосферный свет заливает эту работу. То есть работу можно охарактеризовать как золотисто-фиолетовато-коричневую. Очень красивая работа. Но не менее красивая другая работа. Это спокойные, высокие деревья на фоне голубого неба. Они фиолетовые. И это тоже иний. Чем прелесть нашего анализа? Везде иний, но он везде разный. А на третьей работе иний, белый, на фоне ультрамаринового неба. Обратите внимание, сравните эти три работы. Что такое атмосферный свет и как он влияет на восприятие, на гармонию и в конечном образе на созерцание нами этих работ. Вот работа Куинжи. Иван Куинжи не очень заморачивался деталями. И мне кажется, он чуть-чуть, как великий былинописец, брал основу совершенно правдоподобную и чуть-чуть приукрашал. Чуть-чуть давал больше цвета. И вот это больше цвета, он добивался удивительных вещей. И этот свет разливался по всей картине, будто линза, приложенная к глазу зрителя, она заставляла верить в эту картину. Хотя она была чуть-чуть приукрашена. И вот этот красный свет, разлит по всему горизонту и выше, он накрывает собой облака, солнце будто прорывается во все стороны. А земля не может быть уже просто серой, зеленой или еще какой-то. Она набирает от этого света свои цвета, подмешивается и в конце концов встает в гармонию. А иначе встает в единый атмосферный свет этого плана и этой задумки. Мой любимый художник Репин. Но я не хочу вам говорить сейчас о его замечательной работе «Царевны подземного царства» или «Садко». Я вам скажу о маленьком фрагменте. Я показал ее целиком, чтобы вам было понятнее, откуда взят этот фрагмент. А фрагмент я взял рыбки. Рыбки из картины «Садко Репина». Посмотрите внимательно, как глубоко сделана вода. То есть они же в воде плавают. Мы видим эти рыбы, как бы мы находимся внутри какого-то озера, болота. И сверху светит солнышко. Оно их подсвечивает немного. Мы видим, как все зеленеет. И эти рыбы, у которых хвостик красноватый, например, рулевые рыбы. Но он пропитан зеленью атмосферного света. И они подчинены единой гамме. И они идеально воспринимаются. И ничего не кричит, и ничего не выпадает. Гармония абсолютная. Константин Коровин. О, этот мастер был великий атмосферного света. Он, как и многие импрессионисты, его времени, французские, итальянские, американские импрессионисты. Он был русским импрессионистом, подарившим миру, именно миру, потрясающие работы, где атмосферный свет является главным и доминирует во всей картине. Вот о ком можно говорить, что наложена линза на эти работы, на этот пейзаж. И через эту линзу он смотрит на то, что хочет изобразить. Две работы я вам предоставил, и вы их обязательно посмотрите, и внимательно над ними потрудитесь зрительно. Когда вы их будете разбирать, углубляться в них, а это значит пробовать впоследствии походить на них, чтобы ваши работы тоже были так же звучны и прекрасны, как эта работа, вы проделаете, возможно, больший путь, чем бы вышли просто на пленэр. Живая природа прекрасна, но анализировать гениальные работы – это труд, который делает скачок в вашем творчестве. Научитесь подолгу рассматривать гениальных мастеров, и они дадут вам великие советы, с которыми никто и ничто не сравнится, ни один учитель тайно скрыто в этих работах. Вы посмотрите, Ренуара работа. Эта работа очень-очень небольшая. Вот маленькая работа. В прекрасной раме, но маленькая работа. Очень. Но она настолько посвящена гамме, что эта гамма заставляет трепетать все. Это жаркий день, это холодные тени, это полное ощущение света дня достигается высочайшим знанием законов атмосферного света. Я имею честь предложить вам и свои работы. И хотелось бы, чтобы они вам были по душе, но как урок они нам очень пригодятся. Это не проснувшаяся Венеция. Это раннее утро. И оно все пропитано стальным, холодноватым, голубовато-лиловым светом. И чайки, и даже столбы, они носители одного цвета в разной тональности. И благодаря этому они природно смотрятся. А вода, которая движется и живет своей жизнью, она как бы впитывает все краски от тех столбов и от тех чаек. И она носитель ощущения этого атмосферного света, а значит и красоты этой работы. Последний луч. Этот луч над Римом. Вы увидите эту работу и поймете, как цвета перекликаются. Цвета над горизонтом неба в более плотном своем состоянии переполняют все уголки зелени, так сказать, вот этой нижнего плана. И вот эта игра и зависимость цветовой гаммы друг от друга дает возможность опрокинуться зрителю внутрь этого состояния и этого света. Художнику не надо ничего сильно придумывать. Ему стоит лишь чуть-чуть преувеличить, как к Ивану Куинджи. И картина заиграет. Она заговорит с вами. Она пригласит вас внутрь и поделится с тем состоянием, которое пережил художник. Прага, Карлов, мост. Это тоже мое ощущение. Наверное, она одна из очень правдивых работ, очень реалистичных моих работ. И тут тоже вы увидите, может быть, как ни в одной другой, а потому что она более реалистичная из других работ. Вы увидите, как ни в одной другой работе, закон атмосферного света. Вот эта линза наложилась на всю картину. И картина чуть-чуть позеленела. Мост позеленел. Дома позеленели. Но это не грязаль. Это ночь. Лунная ночь над Прагой. Картина Родина. Вы хорошо видите сейчас, как в центре работы или в центре картины эта точка света дает ощущение розового света, розового акцента, который пропитывает всю картину, задает все настроение. А половина, другая неба, голубая половина неба, она пропитана этим розовым. И, казалось бы, от розового ничего не осталось бы уже, если бы не земля. Вот эта земля напитывается этим голубым цветом. Чем ближе к нам, тем больше и больше. И мельница справа, она почти голубая. Внимательно посмотрите, как сделано отражение. Отражению не хватает места для блеска. И оно захватывает передний план и докрасна разжигает место через место земли, через которое мы смотрим на это отражение. Благодаря этому достигается такое природное чувство, природное ощущение атмосферного света. Она вся картина подчинена гамме. И последняя работа это Санторина. Это малюсенький пейзаж. Это 30 на 40. Совершенно реальная зарисовка. И опять обратите внимание, как все цвета набирают друг от друга, как будто кисточку художник не хотел вытирать работая одним цветом и перепрыгивая на другой. Но художник всегда вытирает кисточку. Но когда это нужно? И благодаря вот этим перекличкам цвета достигается гамма. А гамма получается правдивой за счет атмосферного света. Таким образом мы делаем с вами еще раз заключение, что художник идет на пленэр, чтобы принести свое отношение, свое восхищение к этому пейзажу через пойманный им и изображенный атмосферный свет. Продолжение следует...